Итак, выгодна ли одна солнечная панель на дом, на сарай, на курятник или на что-нибудь, на квартиру? Вот одна солнечная панель, ее можно купить за 3000 гривен, за 3500. И к ней можно купить вот такой вот контроллер. Дешевый, знаю, сейчас много кто скажет, что фу, говнище, туда-сюда. Да, друзья, когда нет бабок и нет света, эта фиговина очень спасает. Согласен, что тут 10 ампер это уже максимум, что для нее можно там прогонять, но как зарядное устройство для аккумуляторов идеально. Вот сюда я подключил солнечную панель, а вот сюда аккумулятор. Вот у меня, собственно, аккумулятор заряжается. Вот. И можно вот солнечную панель вместе с таким контроллером и аккумулятором, ну, правда, не таким, это у меня чуть подороже, я вам покажу сейчас подешевле. Вот такой вот контроллер с солнечной панелью, что я вам сейчас показал, можно купить за 100 долларов реально и уже немножечко не зависеть от сети. Да, зимой, конечно, не так, как летом, но и зимой не так, как летом по заряду. Да, согласен, зимой чуть-чуть хуже идет заряд. Заряд у меня вот аккумулятор уже заряжен, но, тем не менее, там какой-то маленький ток идет, показывает солнечная панель, вот, показывает, что заряд идет. Вот, ну, есть выход на инвертор. Но я еще раз говорю, я не использую эту штуковину для чего-то там, там инвертор подключать. Я использую ее исключительно для заряда аккумулятора, вот. Вот, поэтому, если рассматривать это как бюджетный вариант, это очень даже спасает. Вот, аккумулятор можно подешевле взять. Ну, провода надо использовать минимум шестерку. Я использую 2,5, но так как у меня эта станция просто... А тут вообще от панели идет 1,5, ну, да, это делать нельзя, да-да-да. Ну, я так делаю это все, потому, потому для меня это так удобнее, потому что у меня не больше, чем идет заряд аккумулятора. Ну, а вот идет более козырная модель и покруче, помощней панелька. Она у нас на 450 ватт, а вот эта, кстати, на 280 ватт. Но, соответственно, эта стоит 110 евро. Кто уже подключен, подключил на 2,5 кабель, в дом пошло. Вот. Ну, тем не менее, надо желательно шестерку использовать. Ну, так как у меня обходная система, я вам сейчас покажу полностью станцию. У меня обходная система, я не прогоняю все через контроллер, у меня клеммы прямо на аккумулятор висят. Вот такой вот каркас. Фотографию сейчас вставлю, потому что фотографию, показатели. Я тут вам не покажу. Ну, все прикрепил и так на деревянный каркас. Это временно, но тем не менее, я, собственно, и тупанель прикрепил на УД-профиль. Кстати, буду там ветряк ставить. Потому что, когда такая погода, много, конечно, с нее не возьмешь. Ах, да, друзья, ну, чуть-чуть накипело. Вот, хочу вам что сказать. Извиняюсь, чуть не по теме. Говорят, вот, блин, купи себе генератор, но у меня есть. И, типа, говорят, нафига тебе, ты занимаешься цирками, нафига тебе солнечная панель, нафига тебе эти аккумуляторы, это выброшенные деньги. А когда все закончится, типа, там появится электричество, когда ты будешь все делать, я буду всегда пользоваться аккумуляторами. Это, во-первых, мне не надо тратить, во-первых, пока нет электричества, мне надо тратить деньги на бензин. Потому что 1 киловатт здесь, чтобы потребить, блин, это где-то час работы. Это литр с чем-то бензин, ну, литр 100, литр 200 уйдет. Вот, поэтому непременно выгодно пользоваться солнечными панелями, очень удобно, чтобы лампочки включить в доме, там, инкубатор. Мне не нужно запускать вот этот аппарат, потому что, если запустить солнечные панели, очень выгодно получается. Вот, если это запустить, это очень дорого получается, я его включаю только, там, чтобы воды набрать. Насос, чтобы чайник включить, микроволновку, духовку. Итак, вот такой контроллер можно купить где-то в районе 20 долларов. Так, и его, в общем, способности у него есть 2 USB входа. И можно сюда подключить также солнечную панель. Тут, собственно, все нарисовано, куда плюс, куда минус. Аккумулятор и инвертор. Но, опять же говорю, у меня обходная система. Сюда в целях экономии висят провода 2 и 5, хотя рекомендуется шестерка. Вот, заряд уже, как бы, ну, уже день заканчивается, заряд, аккумулятор распадает. Но, тем не менее, как видите, аккумулятор до 13,2 зарядился. Вот, у меня есть таких 2, каждых 2 автоматозащиты. 2 на аккумулятор идут, 2 на солнечную панель. Так как это непеременный ток, здесь нету определённо фазы. Надо, чтобы либо там, либо там, если будет греться провод, чтобы выбило. Ну, что, что, это вообще безопасность в случае какого-то короткого замыкания. Ну, это, в принципе, не обязательно ставить. Но, если вы вдруг всё-таки хотите обезопасить себя, то лучше поставьте. Вот. Сначала мы включаем аккумулятор, да, а потом включаем солнечную панель. Если мы без автоматов. Если с автоматами, то вот как мы должны выключать. Представьте себе, что сейчас день, амперы там гасят по-полному. Сначала мы выключаем солнечную панель. Выглядите, чтобы всё так спад пошёл. Мы выключили солнечную панель. И затем мы можем выключить вот так вот аккумуляторы. Всё, мы выключили. И когда мы хотим включить, мы должны включить сначала аккумуляторы. Потом уже солнечную панель. Рассказываю, почему. Вы можете спалить это устройство. Солнечные панели вам не будут так просто работать без аккумулятора. Вот. Ну, вкратце это всё. Если вы даже, кстати, выключите. Выключите. У вас будет всё равно заряд идти. Вот так. Красное, это когда ворк. Вообще там по-полному оно работает. Заряд идёт. У вас всё равно могут тут телефоны заряжаться. Вне зависимости. Включено оно и не... Мощность где-то оно приблизительно показывает вот так. Это нагрузка. Ну, немножко солнечная панель. И ещё что-то даже даёт. Ну, я сейчас фигню потребляю. У меня в основном работают лампочки. И инкубатор. Ватт 100 где-то точно потребляю. Потому что инкубатор 80. Ну, это когда он остывший, когда ему надо нагреться. Когда он уже нагрет до такой температуры, он просто подогревает всё. Вот таких два аккумулятора. Собственно, вот такой вот один аккумулятор можно купить за 1500 гривен. Вот. Эта станция, которую я вам сейчас показываю, это станция в 200 долларов. Солнечная панель, рыжий контроллер и аккумулятор. Это для того, чтобы вы могли заряжать себе аккумуляторы. Инвертор такой можно купить за 2500. Там, заказать где-нибудь с какого-то козырного сайта. Не буду рекламировать ничего. Можно и подешевле найти. Google в помощь. Я пользуюсь такими инверторами. У меня их не две штучки. У меня их больше. Я им доверяю. Классная тема. Вот. Теперь я скажу, друзья, вот вам что. Что я имел в виду по обходной системе. Я обхожу контроллер таким образом. Вот к этому аккумулятору у меня подключен инвертор. Видно, да? Сюда идёт провод от контроллера, куда подаётся солнечная энергия. А уже здесь, между аккумуляторами, я использую шестёрка кабель. Крокодилами на клеммы вот повесил и всё. Клеммы обычные. Можно такие две штучки купить за 100 гривен. Ну, до 300 гривен можно. В общем, их приобрести от 100 до 300. В зависимости, где берёте. Если где-нибудь в каком-то дешёвенком магазине, то можно купить за 100. А если где-то в эпицентре или ещё где-нибудь, ну, можно купить за 300. Обычный мети цинк. Итак. В общем, вот такая вот система. Я очень доволен. Электричество есть всегда. Я из заряда согласен, что ночью было бы неплохо иметь ветряк. Но я его обязательно сейчас буду приобретать. Сниму видео, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Вот. И как видите, я такими аккумуляторами вообще затарился. Тут такие же. Проверенная тема хорошая. Ничего не рекламирую. Вот его показатели. Я знаю, что будут ребята спрашивать сейчас. Вот показатели. Вот. Ну, и ещё один у меня такой из пацан. Тост старенький. 2009 года. Оригинальный. Не мерзкий. Причём неплохо вообще работает. Восстановил его. Ну, и на всякий случай у меня ещё вот есть вот такие зарядные устройства. Но об этом всём потом. Пишите ваши комментарии, если вам что-то интересно. Я отвечу на все ваши вопросы. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. У меня, кстати, абсолютно бесплатный телеграм-канал. И там абсолютно бесплатные дают советы мастера. Там есть всякие профессионалы конкретно вот таких вот всяких тем. Но мы должны соблюдать условия сообщества. Не ругаемся матом. Никто никого не посылает. Не обсуждаем там ни политику, ни религию. Всё. Спроси база просмотра. Ставим лайк. Спасибо.